Народные песни, танцы и творческие номера талантливой молодежи открыли первую международную выставку краски Сибири в художественном центре. Яркие костюмы гармонично перекликались с полотнами живописцев со всех уголков России и зарубежных стран, которые этим летом оставили на своих холстах впечатление об уникальной пайкальской природе. А вот здесь смотришь, каждая картина, она фактически смотрится как объемная, понимаете? Если это вода, то кажется, тебе хочется наступить в воду этого Байкала. А если это лес, какие-то деревья, хочется подойти и потрогать веточку, кажется, такое чувство, что ты ощутишь запах именно хвои этого дерева, запах леса, запах нашей сибирской природы. Завораживающие ольхонские пейзажи, восход солнца в байкальской деревне, величие заснеженных саян. Если в полотнах российских художников можно разглядеть даже самые мелкие детали, то картины иностранцев отражают общее душевное состояние мастеров. Участвовать в выездных пленэрах, которые организует арт-галерея Диас, ежегодно стремятся сотни художников со всего мира. Есть уголки Байкала, которые действительно уникальны, красивы, и запечатлеть их стараются не только наши местные жители, но и также и зарубежные художники. И они мечтают попасть на Байкал, потому что на Байкал попасть очень проблематично, дорогостоящее это удовольствие. И такие пленэры, как «Краски Сибирь», организованные арт-галерея Диас, конечно, помогают и в развитии, и в творчестве всех художников. Полюбоваться живописной сибирской природой и унести с собой частичку души художника можно будет до конца октября. Наталья Зарубина, Дмитрий Швецов. Местное время.